для кормления вьетнамских свинок я делаю вот такую вот зерно смесь то есть пол части овса одна часть пшеницы и две части ячменя грубо говоря пол ведра овса ведро пшеницы и два ведра ячменя высыпаем в емкость ванну данном случае для этого использую все это перемешиваю получается такая у нас смесь потом прогоняю ее через дробилку к дробилками включать ее не буду потому что она очень сильно шумит покажу так просто сверху тут звено ссыпается все и включаем и и дробится у нас все заводской бункер не очень маленький для засыпания зерна поэтому я можно железный сделать я сделал из чего мне было удобнее проще сделал деревянную надставочку вот такую ставим если было удобнее дробить засыпал побольше сразу и можно таким рядышком тут заниматься делаем пока дробилка работает после того как зерно смесь прогнали через дробилку получается у нас вот такое дробленое зерно как в сухом виде давать как запаривать кипятком также можно залить просто холодной водой постоит настоится и будет каша то есть лучше всего конечно кормить каши чем сухим когда времени нету бывает можно и сухое давать так же неплохо едят все у них переваривается усваивается ну все нормально то есть мы тоже когда кормим сухую сухое даем когда кашу делаем запариваем кипятком не запариваем ну заливаем просто водой настаивается этой кашей корм помимо зерна смеси конечно самое основное является для кормления сена трава зерна смеси взрослого дробленки вот такой литровый кошечек немножко не полный взрослым поросюшка два раза в день я даю то есть утром такой вот кошечек и вечером и нормально поросятки себя чувствуют не худеют ничего плодятся ну плюс к этому естественно трава и сено чтобы всегда в достатке вдоволь было у них и так это картошки много картошки даем тогда соответственно меньше дробленого зерна а так кабачки яблоки все что есть то и даем нету не даем все принципы